Со съемочной площадки в театр драмы. Известный актер Владислав Котлярский приехал в Челябинск всего на несколько часов. Звезда популярного сериала «Глухарь» и главный телевизионный подполковник вручил награду настоящим силовикам, лучшим полицейским и следователям на каблуках. Когда я стал сниматься в сериале «Глухарь», мне показалось, что я уже все знаю о правоохранительных органах. Но оказалось не так. Никогда не подозревал, что такое количество девушек, женщин работают в данных структурах. Владислав Котлярский вручал награды за научные разработки. Одну из татуэток в этой номинации получила Татьяна Комарова. Подполковник полиции разработала собственную методику анализа текстов. Женщина устанавливает авторство блогерских постов и писем от злоумышленников. Простыми словами со стороны кажется, что мы просто сидим и читаем текст очень вдумчиво. На самом деле при помощи специальных методик мы анализируем этот текст, определяем по каким-то нюансам, по каким-то специфическим конструкциям авторство этого текста. Одним человеком составлено или разными. На конкурс «Щиты и Роза» подали 130 заявок из 14 разных силовых и контролирующих ведомств. Из них жюри отобрало только 30. Учитывали стаж службы, научные разработки и успехи в спорте. Мы единственный субъект Российской Федерации, именно наша область, наш регион, который проводит вручение данной премии. То есть, да, в Москве существует тоже с 2012 года, то есть уже 8 лет. Наша премия только четвертый раз. И мы единственные, кто вручаем ее из нашей ассоциации в нашем регионе. Несколько челябинских сотрудниц силовых служб примут участие и в московском конкурсе. 23 марта награждение пройдет в Кремлевском дворце. В канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне награды получат также ветераны. Дмитрий Бачко, Тимур Баташев, 31 канал.